11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот» в студии Юлия Афанасьева. И Анна Лапшина. Мы сегодня в нестандартной паре, работаем вместе с Аней. От этого сегодняшний день такой солнечный. Возможно, да. Я не знаю, стоит ли с этим поздравлять, но тем не менее, я напомню, что сегодня последний день лета. Соболезновать. Печальное, конечно, с одной стороны событие, с другой стороны завтра праздник, о котором мы сейчас будем говорить. Завтра день знаний, начало нового учебного года. Завтра у нас на улицах города будет огромное количество, как мне кажется, детей нарядных, родителей радостных. Наконец-то. Наконец-то. Родители со слезами на глазах. Наконец-то, Аня. Почему? Родители все боятся 1 сентября. Ты что? А, уроки надо будет делать вместе. Уроки надо будет учить. И родители радуются. Начало летних каникул гораздо больше, чем дети. Потому что в преддверии 1 сентября у всех тех, кто поведет детей в школу, начинает дергаться глаз. И это праздник со слезами на глазах. Ну, я бы так не сказала. Мне почему-то кажется, что Новый учебный год – это все равно такая хорошая история. То есть дети приходят в класс, дети встречаются с друзьями. У них там на две недели вперед множество событий, которые нужно обсудить, множество новостей, которыми нужно друг с другом поделиться. А сегодня мы будем разговаривать с руководителями кировских школ и не только школ. С нами будет на связи Валентин Пугач, ректор Вятского госуниверситета, о том, какие новинки ждут школьников. Ну, видимо, и родителей тоже, да, в новом учебном году. Какие новые предметы освоят родители всех кировских школьников? Ну, я могу немножечко приоткрыть завязу тайны. Мы, правда, ее приоткрывали уже во вторник со Светланой Шумайловой, заместителем главы администрации Кирова. О новых предметах, которые вводятся, это астрономия. Наконец-то возвращается она в школы. Это возможные уроки шахмат, где-то в виде факультатива, где-то, возможно, в виде обязательных занятий. Есть изменения в изучении русского языка и в сдаче потом экзаменов, испытаний, так скажем. Тесты для учителей. Учителей будут тестировать, да. Проверки ждут не только учеников, но и учителей. По результатам оценки качества преподавания, которую проведет Рособорнадзор, многие педагоги сами путаются в том предмете, который преподают. Это вот откуда такие данные. В прошлом году была проведена первая проверка и Рособорнадзора. И вот такие вот результаты, что не все педагоги знают ту дисциплину, которую преподают. Но мне кажется, сейчас, если педагоги начнут учиться, издавать экзамены или писать тесты по своим предметам, они, может быть, более лояльно будут относиться к своим подопечным ученикам. В общем, весело будет всем. Весело, я так понимаю, будет не очень весело, судя по твоему лицу и твоим эмоциям. Ну, ты понимаешь, когда общаюсь с родителями первоклашек, второклашек, третьеклашек, и они рассказывают, что в Вайбере... Они рассказывают о том, что тебя ждет через несколько лет. Да, они рассказывают о том, что меня ждет, страшные страшилки, о том, что в социальных сетях создана дискуссия родителей, они там все вместе сидят и делают задания по окружающему миру. Там сообщение где-нибудь в 10 часов вечера. «Привет, у тебя есть фотография звездного неба». Это нормально, потому что родители делают с детьми уроки. В общем, это, конечно, отдельный вопрос. Там нужно ли детей настолько загружать, что им нужна помощь родителей, или это дети какие-то другие пошли, или родители более ответственные, да, и стремящиеся опекать свое чадо на всех этапах его жизни. Это, конечно, вопрос отдельный, но родителям от школы тоже достается. Ну, я не сомневаюсь в этом, на самом деле. Мне почему-то кажется, что все-таки изменилась программа. Отчасти, может быть, это и правильно, потому что, конечно, детство — это прекрасное время, и детство, и подростковый возраст, когда можно помимо школы еще гулять, заниматься какими-то вещами, ходить в кружки, пополнять там знания свои, не только по школьной программе. С другой стороны, действительно, это огромное количество времени, которое может использоваться с пользой, да? Да, у нас есть уже звонок. Отлично. Наш редактор будет сегодня во время эфира набирать наших экспертов, и я так понимаю, что сейчас у нас на связи Валерия Волокжанина, директор Вятской гуманитарной гимназии. Валерия Владимировна. Да, добрый день. Да, добрый день. Добрый день. Юлия Афанасьева, Анна Лапшина. Обсуждаем мы сегодня новшества в школах с этого учебного года. Чему же еще будут учить наших детей? Ну, во-первых, мы вас, конечно, поздравляем. Я надеюсь, что для вас это праздник, 1 сентября. А что будет в Вятской гуманитарной гимназии? Какие изменения? В Вятской гуманитарной гимназии будут изменения, связанные с введением нового учебного предмета астрономия. Это коснется, я думаю, что в этом году практически всех школ. В этом году, в 10 классе, во втором полугодии, дети будут изучать данный предмет. Валерия Владимировна, у вас преподаватель физики будет вести уроки астрономии? Да, у нас будут вести преподаватели физики, поскольку это человек очень увлеченный астрономией. И даже когда не было этого предмета в учебном плане, наши гимназисты гуманитарной гимназии занимали призовые места, становились победителями по астрономии именно на муниципальном и региональном этапах Российской олимпиады школьников. Отлично. Мы очень рады за то, что у вашего преподавателя наконец-то вот такое чувство, вот он нужен, признали наконец, что это нужно всем. А скажите, пожалуйста, Валерия Владимировна, сами ученики, преподаватели, вот в общем и целом, как относятся к возвращению этого предмета? Его ждали? Есть такое ощущение? Насчет преподавателей не знаю, но мне кажется, что для детей это был достаточно интересный опыт, тем более, если у нас открываются вскоре детские космические центры. Я думаю, что это тоже будет в помощь нашим авиатским школьникам для изучения данной дисциплины. Ну вот, например, старшее поколение все время вспоминает, у меня, например, уже не было в школе ни астрономии, ни черчения, а супруг мой очень часто вспоминает, вот, а у меня была астрономия, нас там учили, тому-то, тому-то, он созвездие до сих пор помнит, а я смотрю на небо и с трудом нахожу большую медведицу. То есть я так думаю, что старшее поколение с воодушевлением должно отнестись к тому, что все-таки возвращается астрономия в нашу школу. Почему это только старшее поколение? Мне кажется, что подростки, да, там ученики десятых классов, это же здорово знать, какие созвездия есть на небе, ну, в конце концов, это очень романтично. Да. Конечно, я думаю, что у нас вот есть в старших классах, например, и технические классы, и гуманитарные, вот с учителем вчера разговаривали, она даже разной программой, и разной учебники будет использована для гуманитариев, у которых одно представление, да, и необходимость вот этого технического направления, и для технорей, которые астрономия будут сдавать в виде вступительных экзаменов, часть будет введена в единый экзамен по физике. То есть даже вот учитель пойдет на это, чтобы и программы-то были разные для наиболее полного удовлетворения потребностей гимназистов. А это допускается, да, вот такое разделение? Это допускается. Это допускается. Еще нового? Еще нового? Ну, наверное, то, что школа за лето была отремонтирована, и детей ждут новые классы, новые учебники, которые были закуплены, новые проекты, которыми горят педагоги. Поэтому я думаю, что новый учебный год принесет новые победы, и я желаю и педагогам всего города и области, и учащимся, чтобы этот год был наиболее ярким, интересным. Они не боялись ничего и участвовали во всех конкурсах, олимпиадах, которые помогут им проявить себя и стать лучшими в городе, в области и в России. Валерия Владимировна, еще такой вопрос, не знаю, может быть, не совсем приятный, да, в преддверии праздника, но тем не менее, вот, ну, денег касается, да, финансирования. Слышали мы-то, и ходят разговоры о том, что раньше была поддержка, да, участие детей в олимпиадах, в каких-то конкурсах, ну, вот в таких, не совсем входящих в учебную программу мероприятиях, да, но которые, тем не менее, детям помогают развиваться. И вроде как урезали ее, говорят. Вот я точно не могу сказать, но в любом случае, вот на уровне гимназии мы всегда поддерживаем тех педагогов, которые приносят победы и школе, и области. Есть и премии учительские, и звание учитель-наставник по тем победам, которые приносят учащиеся у того или иного учителя, и различного рода моральное, материальное поощрение. Поэтому я думаю, что лишний раз сказать слово учителю никогда не лишний. Хорошо, спасибо. Вот хочется мне уточнить все-таки еще про устный русский. ОГЭ в девятом классе, в него будет добавлена устная часть, насколько я понимаю. Как вы к этому относитесь? Это нужно? Я думаю, что это достаточно хороший и интересный опыт, потому что когда страна перешла на единый государственный экзамен, основной государственный экзамен, то из экзаменов по окончанию девятого и одиннадцатого класса, конечно же, ушла устная часть. Потихоньку она возрождается в иностранных языках, и если русский язык тоже будет каким-то образом введен как допуск к этим экзаменам, я думаю, что это только во благо школы и во благо ребенка. Ребенок должен уметь правильно говорить не только на иностранном языке, но в первую очередь на русском. А вот что это будет? Это будет пересказ, какое-то, я не знаю, устное собеседование, стихи читать будут? Что это? Пока еще никакой армативной базы, никаких демонстрационных, утвержденных уже версий нету, поэтому я не могу как-то прокомментировать это, но, скорее всего, это, наверное, будет рассуждение по какой-то теме, проблеме, которая будет предъявлена ребенку. То есть такое свободное немножко задание получается, да? Задание на подумать, а уже потом на поговорить. Задание на подумать, на умение выразить, сформулировать мысли, выразить ее правильно, грамотно на своем родном русском языке. Валерия Владимировна, спасибо вам большое за ваш комментарий. Я напомню, это была Валерия Волокжанина, директор Вятской гуманитарной гимназии. И еще раз с праздником, наступающим новым учебным годом. И на перерыв мы уходим сейчас. Программа «Дневной разворот» продолжается. Анна Лапшина, Юлия Афанасьева по-прежнему в студии. И по-прежнему мы говорим о завтрашнем, замечательном совершенно дне, на мой взгляд, все-таки, да? Это начало нового учебного года. Говорим с преподавателями, руководителями кировских образовательных учреждений, директорами кировских школ. И сейчас, насколько я понимаю, у нас на связи Сергей Шустов, директор 66-й школы, с углубленным изучением отдельных предметов. Это Новоавиатский район. Сергей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Все ли верно? Да, все-все хорошо. Отлично. Завтра 1 сентября. Все верно. Просто, мне кажется, все замучены уже просто. Мы вас поздравляем с наступающим праздником. Надеемся, что у вас он пройдет, как обычно, весело и позитивно. Но все-таки хотим поговорить о тех изменениях, которые ждут детей с нового учебного года. Мы уже обсудили астрономию, обсудили устный экзамен ОГЭ по русскому языку с Валерией Волокжаниной, директором Вятской гуманитарной гимназии. Вот хотелось бы узнать ваше мнение о возвращении астрономии в школы. Конечно, я считаю, очень значимо это возвращение, тем более, я сам это изучал. Вы даже не поверите, что наш класс, так скажем, активно изучал астрономию, что нам ее преподавал мой однокурсник, одноклассник, Михаил Исупов. Ага. О, вот оно как. Да, да, да. Он увлекался в школьные годы уже астрономией, и это от любовь передалось всем. Поэтому я думаю, что родители будут рады, тем более это очень значимо. И дети возвращения. мы спланировали изучение ее. На программу написали 10-11 класс. Основной акцент это 11 класс. Могло преподаваться. Там несколько вариантов реализации. А вот интересно, сами дети как к этому относятся? Вы уже увидели, их общались? Они рады, что возвращаются в астрономию? Или, ой, ну вот, еще один предмет? Нет, о всех изменениях, конечно, мы говорили, потому что я сам преподаю старших классов технологию, и говорил, что вот изменения, что вводится астрономия дополнительный час следующего года и объяснил полезность, сущность. Они в основном, конечно, принимают с большим энтузиазмом эти новые изменения. Сергей Михайлович, я правильно понимаю, вы говорите, акцент будет сделан в 11 классе. То есть у вас в школе астрономия будет у 11-ти классников, не у 10-ти классников? Да, на следующий год. То есть со следующего года она вводится? Преподаватель ваш, я так понимаю, что это все-таки учитель физики, готовится уже, я так понимаю, да? Конечно. То есть там какая-то переквалификация, немножечко нужна будет, дополнительные знания? Да, в течение года он это все пройдет, мы проведем уже современные учебники, требования, то есть понятно, что идея хорошая, но нужно и хорошее методическое обеспечение, чтобы учитель мог провести достойно. Сергей Михайлович, вот еще такой к вам вопрос. на федеральных информационных ресурсах пишут о том, что учителей будет тестировать Рособранадзор, проверять, как учителя знают те предметы, которые преподают, и оценка учителей пройдет в 13 субъектах, пока не указывается, в каких именно регионах это будет. Вот интересно, участвовали ли уже ваши учителя в подобной оценке и ваши отношения к этому? Ну, я считаю, во-первых, в том году уже был по Кировской области это учителя русского языка, они проводили математики, учителя с пониманием отнеслись, и почему я, как бы, например, это приветствую, и учителя это осознают, что это как бы независимая оценка, мы с вами привыкли о субъективной оценке всегда, и почему я поддерживаю ЕГЭ всегда, это независимо, так скажем, более-менее объективная оценка, то есть точно так же тесты, критерии какие-то и так далее, которые показывают именно квалификацию педагога. А учителя точно так же, как школьники, сдают что-то вроде ЕГЭ? Да, там они тесты проходят, тестирование. Так, хорошо, а что по результатам? Ну, вот, например, написал учитель не очень хорошо, что с ним будет? все хорошо, коллектив. Но я не сомневаюсь в ваших учителях, ну, вот, в принципе, интересно, да? Вот не сдал учитель, что с ним будет в угол? Ну, у нас такого не было ситуации, поэтому я не знаю, поэтому, что было дальше, не знаю, ну, наверное, какие-то курсы, повышения, тем более школа опять на подъеме. очень приятно, что вот за этот, так скажем, за это лето к нам пришли восемь специалистов, к нам сейчас идут из лицеев, два человека пришли к нам из лицеев, чтобы работать в обычной школе с углублением. Пришли выпускники этого года, даже с отличием, опять же, работать, чтобы из других школ работать в школе. То есть к вам пришли выпускники педвуза, педспециальностей, педагогических специальностей и два преподавателя в лице. Восемь человек мы взяли в этом году, потому что школа растет, 200 с лишним первоклассников, мы выходим на первое место по городу Кирово и по области, это почти 1600 учеников. Слушайте, а у вас сколько же первых классов-то тогда двести первоклассников? Восемь. Восемь первых классов, с ума сойти. Ты представляешь, что там будет на перемене? У вас школа-то выигрыша. Очень здорово. Очень здорово. Мы всегда в середине и в том году, в этом году, не знаю, получится, нет. Они всегда подчерклили в нашу школу, потому что действительно очень интересно с ролики с первого сентября. Этот год у нас юбилейный, мы говорили, 25 лет и 25 лет нашей фестивалю международному Гренландии. Мы открыли музей Гренландии летом. Нас посетил исполнительный директор российского движения школьника, Андрей Клебанов. Мы присоединились к российскому движению школьников в июле этого месяца. Достойных ребят посвятили члены российского движения школьников. Что еще нового будет, Сергей Михайлович, у вас в этом году, о чем мы еще не поговорили? У нас все новое знание, новые дети и новые, думаю, победы в словах образования города Кирова и области. А вот сейчас мы, Сергей Михайлович, это спросим про шахматы. А спроси, Аня. Шахматы с этого года будут у вас? Мы как бы ведем кружок, но у нас, видите, проблема в том, что школа перегружена, тысячи учеников места не хватает, поэтому, если будет желание, у нас будет продолжаться. Это обязательный факультатив или это по желанию или это в программе? Нет, это кружок, это кружок. Школа финансируется только уроками, а за счет того, что школа большая, мы примерно делим около где-то 100 часов на различные кружки факультатива, при том, что нам их никто не оплачивает. То есть это по желанию детей, да? Да, конечно, по желанию. Ну вот мы читали, что шахматы станут якобы таким обязательным факультативом. Я только за, приветствую, но опять же, опять же, все надо в реальных, потому что если это факультатив, то это надо опять помещение, это опять нужные специалисты, опять определенные какие-то там методики, чтобы детям могли все это раздать пособия, учебники и так далее. В конце концов, шахматные доски надо закупать для 1600 человек. материальное оснащение. То есть я вот всегда говорю, что никогда не надо торопиться, не надо существовать, нужно все, чтобы было поплётое, чтобы и детям было приятно, и учителю было комфортно преподавать. Но желающие есть? Да, желающие, конечно, есть, очень много желающих из 1600, у нас практически все заняты в кружках и секциях. В этом плане Нальярский район, конечно, очень хорошо. Ну что же, я думаю, на этом мы закончим. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Это был Сергей Шустав, директор 66-й школы с углублённым изучением отдельных предметов из Новоавиатского района. Поздравляем с наступающим Днём Знаний. Надеемся, что завтра этот праздник для вас пройдёт весело, бодро и с хорошим настроением в Новый учебный год. Ну и вообще, мне кажется, старт Нового учебного года, да, вот это как с Новым годом обычным, говорят, для меня 1 сентября всегда старт телевизионного сезона, но это, видимо, пока мой ребёнок в школу не ходит. Это из прошлого. Я должна сказать, что мы к школам нашим кировским ещё вернёмся, но немножечко попозже будем набирать Николая Целищева, директора лицея информационных технологий. Это бывшая школа, номер 28. Ну а пока переместимся в высшую школу. Нет, пока нет. Нет, пока не переместимся, Аня, у нас 3 минуты с тобой осталось до перерыва. Вот ты знаешь, у меня есть тут небольшая заготовка, что же останется всё-таки в школах по-прежнему. Итак? Итак, уроки по православию останутся по выбору. Нет, подожди, всё-таки, наверное, не уроки по православию, там был обширный выбор из нескольких предметов, в том числе, там уроки о светской этике, да, можно было выбрать основу православия, можно было выбрать основу других конфессий. Так, с нами ректор Вятского государственного университета Валентин Пугач с нами на связи. Валентин Николаевич, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут со школами говорили, но поняли, что без вузов всё равно мы не обойдёмся, поэтому мы вас немножко помучаем вопросами. С наступающим праздником вас, наверное, с этого нужно начать. Да, спасибо. Ну, скорее, с праздником нас всех, в силу того, что этот день затрагивает практически все семьи. Да, как день победы наш общий праздник. Да, как день победы. Это объединяющий праздник всё наше общество. Ну что же, Валентин Николаевич, обсуждаем мы сегодня новшества для школьников и студентов. Что нового ждёт студентов в новом учебном году? Ну, если говорить о изменениях в учебном плане, то в течение этого лета наши коллеги из университета совместно с Уральским федеральным университетом и рядом других ведущих вузов страны разработали целый ряд электронных курсов от лучших преподавателей по тем или иным дисциплинам и, соответственно, мы будем активно внедрять эти электронные курсы дополнительно в существующий учебный процесс, что внесёт дополнительную свежесть и новизну в вопросы освоения новых дисциплин. А можно пояснить, Валентин Николаевич, электронные курсы это что? То есть это ребята сами будут дистанционно каким-то образом заниматься? Да, это значит, что будет выделено время, будут предоставлены ссылки и, соответственно, студент, обучающийся, может зарегистрироваться на соответствующем ресурсе университета или другого университета, с кем у нас подписано соглашение, прослушать соответствующий курс лекций, курсов, сдать контрольные экзамены либо вопросы, зачёты, которые там предусмотрены по ходу и по итогам обучения получить соответствующее уведомление либо сертификат либо отметку, который будет зачтён ему в его учебном плане как выполненное очередное задание. А, ну это прям как в лучших вузах Европы, то есть выделяется время под самостоятельные занятия, да? Да, да, это тренд совершенно верный. Вот сегодня утром управленческая команда университета вернулась шесть человек из курсов повышения квалификации в экономическом университете имени Плеханова в Москве, где мы собственно работали именно в таком режиме. Часть лекций и занятий семинарских мы проходили очно и часть мы слушали лекции онлайн. Это очень прогрессивная сейчас тенденция, которая развивается во всём мире. следующее из нового могу сказать, что мы разработали новый формат формирования расписания занятий, соответственно мы рассчитываем, что у нас в этом плане будет больше комфорта и удобства для студентов и для преподавателей с точки зрения планирования своего времени и организации учебного процесса. Они будут раньше приходить или позже? Нет, они будут удобнее им пользоваться, они смогут скачивать это расписание на все свои удобные гаджеты, оно будет более понятным, более удобным в обращении и более актуальным. Это история о том, что коммуникация, так скажем, будет доходить быстрее и не будет такой ситуации, что студенты пришли на пары и пары отменились и студенты пинают воздух пару часов. Да, наверное, именно в этом плане мы хотели двигаться. Ну, кроме того, практически все факультеты университета к новому учебному году обновили свои учебные планы, освежили рабочие программы, соответственно, там будут более современные и актуальные знания, которые будут предлагаться нашим обучающим. Я еще Валентин Николаевич. Ибраны соответствующие ремонты, закуплены дополнительные оборудования на целый ряд кафедр и лабораторий. Ну, как обновился ботанический сад, наверное, уже городская общественность обратила на это внимание. Все уже оценили. Да, да, спасибо. Ну, и, соответственно, мы не собираемся останавливаться. Вот сегодня у нас будет ученый совет в два часа, на котором мы обсуждать будем планы дальнейшего развития и позитивных изменений на ближайшие учебные годы. На самом деле, за ботанический сад действительно большое спасибо. Там очень приятно теперь находиться. Там по выходным очень много людей, все скамеечки заняты. А там еще и кинопоказы будут теперь, насколько я понимаю. Да, там действительно очень приятно гулять. Я хочу спросить про деньги, стипендии, про стипендии и студенческие. Поднимутся ли они? Студенческие стипендии, которых на самом деле очень много, есть академические стипендии, есть социальные. Давайте про академическую. И так далее. Все виды стипендии, которые выплачивают, это получают студенты в вузах нашей страны, устанавливается их размер на уровне Министерства образования и науки и, соответственно, Министерства финансов. В вузы в данном случае те деньги, которые поступают для выплаты стипендии, выступают просто техническими операторами этих расходов. Ну да, мы это понимаем, конечно же, но тем не менее, интересно, сколько сейчас зарабатывают студенты за свои знания? Ну, опять же, я хочу сказать, что студент студенту рознь. Так. Валентин Николаевич, немножко стало хуже слышно. Получше, да? Сейчас получше, немножко, да. Студенты, которые обучаются платно на внедрежной основе совсем не получают стипендии. Студенты, которые учатся без строек, получают академическую стипендию небольшую. Размер. Да, это 1800 рублей. Вот. А вот студенты, которые учатся хорошо и отлично, имеют возможность в соответствии с постановлением правительства получать повышенную стипендию за так называемые особые достижения. Это, значит, успехи в учебе, это победы в различных олимпиадах, различные достижения в конкурсах, это достижения в науке, это достижения в спорте, это достижения в культурной, общественно-политической жизни. Соответственно, там размер этих надбавок и повышенных стипендий достигает и 5-7, иногда и более 10 тысяч рублей в месяц. Я вам говорю о целевых стипендиях, которые у нас достаточно большое количество студентов получают, заключив договор, целевый договор о подготовке со стороны предприятий, работодателей, организаций, которые их целевым образом направили. И там сумма достигает иногда и 15-20 тысяч рублей в месяц. Поэтому, если студент нуждается в дополнительных деньгах, ну, всем известно, что... Студент всегда нуждается в дополнительных деньгах. Да, да, соответственно, у него есть возможность тем или иным способом значительно повысить свой доход на период обучения и, соответственно, более комфортные услуги для себя получить. Валентин Николаевич, спасибо вам большое за ваш комментарий. Я думаю, что новый учебный год пройдет в опорном вузе. с множеством интересных новшеств, о которых мы еще, наверное, будем рассказывать в нашем эфире. Думаю, что неоднократно, да. Да. Валентин Пугач. Спасибо. Идите за новостями. Мы с удовольствием будем рассказывать о том, что хорошее у нас происходит и появляется в нашем университете. Обязательно, обязательно. Валентин Николаевич, еще раз поздравляем со стартом нового учебного года. Спасибо большое. До свидания. Это был Валентин Пугач, ректор Вятского государственного университета. И мы сейчас должны Программа «Дневной разворот» продолжается. Анна Лапшина, Юлия Фанасьева по-прежнему в студии. И по-прежнему мы задаем вопросы нашим экспертам, руководителям кировских образовательных учреждений, поздравляем их со стартом нового учебного года. Это, напомню, произойдет уже завтра, да. И спрашиваем о тех изменениях, которые анонсировали и на местном уровне, и на федеральном уровне, в частности, уроки астрономии, уроки шахмат, тесты по русскому устному языку, тесты для учителей и много-много-много всего. И вот, Таня, еще одна прекрасная, на мой взгляд, инициатива, прекрасная с точки зрения журналиста, есть что пообсуждать. Группа депутатов Госдумы снова внесла законопроект, дающий муниципалитетам возможность перенести дату начала учебного года на 1 октября. При этом начало летних каникул предлагается сместить на 1 июля. Объясняют все это тем, что нужно более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей. То есть депутаты Госдумы учли нынешний сезон на европейской части России холодный июнь. Отсутствие лета, холодный июнь. Как ты к этому относишься? Я, честно говоря, отношусь к этому с большой настороженностью. Мне все-таки кажется, что теплый июнь в наших местах, по крайней мере, случается значительно чаще, чем теплый сентябрь. Если судить по прошлому году, уже в первой половине сентября было похолодание, да и сейчас мы тоже наблюдаем, что не совсем лето на дворе. А мне кажется, что учебный год, что-то должно быть в нашей жизни постоянное. И хотя бы начало учебного года должно начинаться в какой-то конкретный день и заканчиваться также в конкретный день. У нас на связи еще один наш любимый спикер. Это Николай Целищев, директор лицея информационных технологий номер 28. Николай Евгеньевич, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Лапшина Юлия Афанасьева и мы поздравляем вас с завтрашним праздником Днем Знаний. Спасибо, очень приятно. Для вас праздник? Или все-таки хлопотно это все? Нет, это знаете, как всех праздник со слезами на глазах, но слезы от радости. Мы сегодня уже цитировали. Да, да, да. Мы сегодня уже использовали это определение. Эту формулировку, да. Да, формулировку. Вот знаете что, Николай Евгеньевич, как вы относитесь к инициативе перенести начало учебного года на 1 октября. Депутаты Госдумы снова предлагают... Да, я в курсе. Да, я в курсе. Николай Евгеньевич. Алло. Так. Пропал наш спикер. Да, да. Сейчас мы редактора попросим снова набрать. Небольшие проблемы со связью, видимо. Вернемся. Ну так вот. Ну так вот. Ну так вот. Перенос. Ты говоришь, что должно быть что-то постоянное, и я с тобой в этом согласна. С другой стороны, конечно, есть регионы России, где сентябрь еще теплый, где еще продолжается садово-огородный сезон. Так вообще же отменить учебный год. Где можно использовать труд школьников совершенно безнаказанно, по крайней мере, на домашних, приусадебных участках. Я не знаю. Мне кажется, что в каждом регионе нужно спрашивать прежде всего жителей, родителей. То есть это не должно, конечно же, приниматься без обсуждения именно с теми людьми, для которых это делается. Устроила, Анна, демократию. Сказано 1 сентября. Значит, 1 сентября все дружно идем в школу. Сказано 1 октября, да? Между прочим, в Якутии уже снег выпал, судя по фотографиям в моем фейсбуке. Так что извините, мне кажется, лучше в школе сидеть в это время, чем бегать на улице. Как хорошо, что мы не в Якутии. А вот интересно, есть у нас на связи сейчас Николай и Евгений или еще нет? Алло. Еще пока нет, пока нет связи. Мы вернемся к 28-й школе обязательно. Итак, я не знаю, я могу, конечно, слушателям предложить попробовать нам дозвониться, но, насколько понимаю, телефон пока занят. Юль, с переносом учебного года сложно, я не знаю. Мне кажется, многие родители будут против, если ребенок в июне еще будет в школе, потому что вообще после учебного года, после сдачи итоговых испытаний, а их в школе становится все больше, и не только в выпускных классах в 9-м и 11-м, все равно какие-то итоговые контрольные, проверочные и прочее. Настолько вымотаны дети к концу мая, что, мне кажется, все родители и сами дети тоже ждут начала этих каникул, чтобы можно было куда-то поехать, отдохнуть. Ну, вот на самом деле здесь очень важен вопрос планирования, потому что, когда ты знаешь, что у тебя учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 26 мая, ты можешь что-то для себя планировать. Когда неопределенные сроки начала, неопределенные сроки завершения, каким образом планировать родителям отпуска, например? Ну, вот это все усложняет. На июль. Поэтому я вот за диктатуру 1 сентября, 26 мая, и никаких отклонений вправо-влево, а Николай Евгеньевич снова с нами на связи, насколько мы понимаем. Да, да, да. Возвращаемся. Готовы к вас? Можно я? Мы с вами обсудили тоже. Да, можно. Продолжу свои мысли. Вы знаете, вот нам сейчас по школьному обмену приехали гости из Бремена, из Германии, и у них, в принципе, это то, что вот хотят везти, у нас уже существует. Каждая федеральная земля сама определяет дату начала учебного года. Ну, вот на такой, в принципе, сделано, как они объясняют, это для того, чтобы не было транспортного коллапса, для того, чтобы дети с родителями могли вернуться из отпуска там вовремя и так далее. И вы знаете, мне, вот мы когда сейчас, в принципе, они уже несколько лет нам ездят, как бы разные дети, и чаще всего они попадают как раз к нам на праздник первого сентября. Вот завтра они будут на нашей торжественной линейке. И, а так как это уже был, был такой опыт у нас уже, это уже пятый обмен, вы знаете, у детей, я вижу на немецких школьников и понимаю только одно, у детей отняли праздник. Понимаете, это на самом деле это праздник, это день знаний, то есть это, в принципе, это праздник, который придает значимости вот тому процессу, которым мы, школа, занимаемся. И, в принципе, это все равно нужно, чтобы была хорошая, такая финальная, как бы, источка в виде выпускного вечера, но должен быть и хороший старт. То есть вот такой красивый, яркий, как бы, да. И это, на самом деле, вот уже традиция, которая, в принципе, то есть это не то, вот, скажем так, что надо менять. В образовании много, может быть, вещей, которые и стоит изменить, как бы, ну, например, финансирование образования. Но вот это оставьте, пожалуйста, так, как было. Это здорово, это хорошо, это традиция нашей страны, и я думаю, что нет смысла это. И поэтому, говорю, немцы, кстати, все говорят, что как жалко, что у нас нет такого вот праздника, почему мы тоже так же не начинаем учебный год. Общего по всей стране, да? Да, да, у них вот нет такого. Николай Евгеньевич, у нас остается буквально минутка. Я хотела вас спросить по новым каким-то новшествам, предметам, которые будут в вашей школе в этом году. Мы говорили о астрономии и шахматы. Что у вас? Нет, ну, дело в том, что, видите, как бы, астрономию мы все-таки решили со следующего года вводить. Ну, хотя у нас есть специалисты, но мы, в принципе, порешили, что мы немножко, скажем, отложим. Не будете торопиться. Да, а шахматы мы в качестве кружка ввели еще с прошлого года. Вот. И я думаю, что мы дальше это направление продолжим, потому что шахматы, на самом деле, очень хорошо влияют на развитие ребят, на их мышление. И поэтому, я думаю, что за этим большое будущее. Вот будущее в Нокодимансийске я, в принципе, познакомился с опытом, когда во всех школах этого города введены шахматы как обязательный предмет. И это здорово. Ну, вот тут вопрос единственный у нас возникал по ходу разговора тоже с вашими коллегами. Есть две проблемы введения постоянного урока. Это закупка оборудования, условно говоря, да, те же шахматные доски, фигуры на всю школу, извините, да, это не на кружок купить. Вот. И это вопрос помещения, потому что все равно вот это же все размещать где-то надо и время тоже выбирать в учебном плане. Ну, да, это, я думаю, что это, как бы, конечно, проблема, но я думаю, что любые проблемы, если кто-то хочет решить, он решается. Знаете, как всегда бывает, если мы хотим решить проблему, мы ищем решение, а если не хотим решить ее, то ищем отговорки, да, причины для того, чтобы ее не решать. Хорошо. Ну что же, на этой ноте, наверное, мы закончим сегодняшний эфир. Спасибо вам большое. Это Николай Целищев, директор лицея информационных технологий номер 28. С Днем Знаний. Да, завтра, 1 сентября. Выезжайте на работу заранее.